Образование, образование на зависть современных детям, потому что помимо иностранных языков она знала точные науки. Это не только арифметика, это высшая математика и геометрия. Только примите в расчет, что в те годы, чем занимается геометрия, знал не каждый образованный мужчина, а она задачи решала. А кстати, здесь есть незамужные барышни? Есть? Девушки, учите геометрию, это помогает удачно выйти замуж. Во всяком случае, Марии Федоровне помогло. Вы знаете, Екатерина II поспешно хотела женить своего сына вторично. И через полгода после похорон первой супруги отправлять знакомиться с дуберной сынниками детства. И вы понимаете, когда он приехал туда в внимание, их лицами с Марией Федоровной друг с другом, в 1913 год. Ну, откуда, признает, о чем надо говорить с наследником российского кристалла. То ли исполнение, то ли спирт, то ли, больше не знаю, но я стала рассказывать, да, о последней задачи геометрии, которую я решала. А Павел был не грубый человек. Он подостоинство оценил образование барышни и понял, надо брать. И на счастье нашему государству, согласитесь. Мария Федоровна узнала естественные науки. Опять, это не только ботаника и зология, да физика и астрономия. Современные девушки не любят физику, а для меня, как для преподавателя физики, это горько и обидно. А вот Мария Федоровна, заканчивая образование уже здесь, в Павловске, ну и в Петербурге, когда приехала в Россию, она вот здесь слушала лекции по гидродинамике, и тетради лежат у нас в архивах. Так там вот лекции записывала по-французски, на французском же языке надпись с того французского...